Дедушка с бабушкой торопятся на Новый год В Саратове был самый ужасный секс в моей жизни Бабушка Дед, кажется он тебя знает 20 лет мы с женой обрастали имущество Вчера я без задней мысли Предложила ей составить брачный контракт На ее лице я прочитал следующее Сегодня немецко-фашистские захватчики Вироломно А вслух она сказала Может забирать все, мне ничего не надо По своему опыту я знаю одно На женщину, которая говорит Мне ничего не надо У вас денег не хватит Тут с востока налетела гроза И говорю Доченька, сейчас мы ему устроим Хочет делиться? Пожалуйста, мы по-честному И делешь, пошел по схеме Нам телевизор, тебе программка Через пять минут я держал в руках Свою часть имущества Программку Старый пульт Просроченную пальчиковую батарейку Рваные стельки Брошюру для беременных Меня это не устроило Они говорят Хорошо, давай по-честному Только сначала иди Вынеси мусор И начнем все по-новой Сей маневр я расценил так Если я выйду Мусор и окажется Единственной частью Моего имущества Обратно уже не пусто Я показал им две фиги Они показали мне восемь Задействовали ноги Тогда я сказал Меня отсюда Только вперед ногами вынесут Они сказали Спасибо за идею И оглушили меня Тещином кулаком Поволокли к выходу Не только вперед ногами Но и лицом вниз В парке 32-го класса прочности Я поцарапал ногтями Как медведь Так цеплялся за прописку Что все пальцы в занозах Отбив незаконное выселение Я предложил перемирие Они согласились И тут же в честь перемирия Подарили мне галстук Да Даже предложили его на меня надеть Обещали красивый узел Меня это насторожило Так как второй конец галстука Был привязан к люстре И вот это вот подхалинское Встань на табуреточку Люстры делили так Кто где часто бывает То и получи Жене досталась люстра из зала Теща абажур из кухни Мне лампочка из туалета Библиотеку делили по схеме На какой книге Твои отпечатки пальцев Та твоя Мне достался только порно-журнал Даже на книжке Где я прятал заначку Тещиных отпечатков Оказалось больше Мягкую мебель Поделили честно Мне досталась самая мягкая Почти воздушная Гамак Кухонный утвер поделили Еще проще Я уступил им Две чугунные сковородки А они угрожая ими Отобрали все остальное Двухпудовую гирю Которой я занимался спортом Я предложил делить так Кто большее количество раз Его поднимет Того и гиря Логично Я поднял гирю 17 раз Теща сказала Мне гиря не нужна Но важно принцип Она на прогласе Подняла гирю 78 раз Причем подняла Вместе со мной Меха поделили По-честному Жене досталась норка Теща андатра Не меха от баяна Подумав об обеспеченной старости И пытаясь урвать хоть шота Я проглотил обручальное кольцо Олимпийский рубль И серебряную ложку Удар под дых Вернул в казну Все мои пенсионные накопления Рога их приходит Жена отдала мне Со словами Они твои Можешь не сомневаться Тогда я напомнил Что курсы Иглоукалывания Для жены Оплатил я Иглоукалывание Мне тут же вернули Кактусом по спине И уже когда выгоняли В прихожую Сказали На, держи Чтоб хоть голодным не остался И скрипя сердце Подарили мне мухобойки Люди Юридическая грамотность Это конечно хорошо Но иногда Для здоровья Лучше ничего этого не знать Спасибо, что вы слышали Насмотревшись по телевизору Передача здоровья Наша семья поняла Что все мы даже не больны Мы при смерти За долгие годы Просмотра этих передач Я обнаружил у себя Симптомы всех болезней Включая проблемы С грудью Кормящих матерей Жена стала Жаловаться на боли В предстательной железе Тело моей тёщи Лидии Сергеевны Было обезображено Всеми болезнями Включая Шизофренический лишай А также грибковое образование Вплоть до подберезовиков Не взяла её только язва Подобная к подобному Не липнет Но добила нас В передачах Холестериновых бляшках Я заподозрил у себя Бляшки в руках Жена в ногах Лидия Сергеевна Оказалась оббляшанной С ног до головы Поэтому мы продали Всю свою живность Купили три путёвки И уже через двое суток Приехали в санаторий Славный чешский город Карловы Вары Лечение сразу пошло По наихудшему сценарию Уже на входе в санаторий У нас отобрали Четыре сумки с едой И отвели нас на клизмы И вроде не скажешь Что приём был не тёплым Он как раз был тёплым Но как-то не к месту Вечером мы гуляли в парке Кормили павлина На следующий день Мы пошли на утреннюю гимнастику Начали с прыжков на месте Первой начала прыгать Лидия Сергеевна Всем остальным Это делать было уже не нужно Когда она приземлялась Подпрыгивали все остальные Включая рояль Потом мы начали делать Махи ногами Тёща махнула ногой Случайно отвесив пинка Пенсионеру из Швеции Пенсионер тут же вот был На родину через фарточку Потом нам дали Покрутить обручи Я попробовал закрутить У меня не получилось У жены всё получилось Тёща попробовала И сказала всего два слова Жмёх за разом Потом нас повели На дыхательную гимнастику Инструктор сказал Нужно медленно вдохнуть В себя полную грудь воздуха А потом резко выдохнуть Толкнув живот вперёд Когда тёща вдохнула В себя полную грудь воздуха От недостатка воздуха Голова закружилась Даже у инструктора Когда она резко выдохнула У пенсионера из Польши Который стоял перед ней Снесло трусы Футболку А также недавно Вживлённые в клинике волосы Всё бы ничего Но, как сказал инструктор Она резко толкнула Живот вперёд Между поляками улицы Было четыре стены Поляк вышел на свежий воздух Кратчайшим путём И на выходе стал похож На гастарбайтера Стахановца Вечером мы опять гуляли В парке Кормили павлина На следующий день Тёща пошла к диетологу Доктор посмотрел на неё И вопрос вы ко мне Задавать уже не стал Тёща посела к столу Доктор начал Вам срочно нужно худеть Из-за избыточного веса Ваш организм слабеет С каждым днём Тёща усмехнулась Взяла со стола Телефонный справочник И одним махом Порвала напополам Тысячу листов с телефонами А также сто тысяч евро Который доктор хранил на машину В этом справочнике Диетолог сошёл с ума Вечером, как всегда Мы гуляли в парке Кормили павлина На следующий день Врач усадил её перед собой Попросил закинуть ногу на ногу Взял молоточек И легонько стукнул Тёщу по коленке Знал бы он Как обнажены нервы Этой женщины Нога Лидии Сергеевны Распрямилась С мощью катапульты И доктор понял Что зря он вчера Купил такую широкую рамочку Для семейных фотографий Детей у него Всё равно уже не будет Доктор рухнул с кресла Испуганно Вглядываясь в тёщины ноги Воспользуясь моментом Лидия Сергеевна Сделала трюк Шерон Стоун Медленно перекинув ноги С одной на другую Судя по глазам врача В этот момент Он принял обед безбрачия Вечером мы опять гуляли в парке Кормили павлина Лечение слабыми токами Лидия Сергеевна Сочла как неуважение И попросила ток На ней не экономить Ток из розетки Тёщу не удовлетворил В конце концов Взятый за грудки доктор Подвёл к ней магистральный кабель Обесточивый сами карловы вары И четыреста ближайших деревень На 10 тысяч вольт Лидия Сергеевна отреагировала одним словом Щиплет В санаторий плохо ходили лифты Лифт с отдыхающим умедленно ходил То вверх, то вниз Лифт с тёщей ходил только вниз Нигде не останавливая В этот день на обед нам давали гороховый суп После этого был послеобеденный сон Сами понимаете, назвать его тихим часом было глупо Врачи сказали, что через четверо суток У нас из организма начнут выходить холестериновые бляшки Вот здесь не соврали Лично я с таким кормлением В выражениях не стеснялся Я не знаю, как из крови А с языка бляшки слетали постоянно На следующий день тёща показала престарелому немцу Как избавляются от холестериновых бляшек в России Она насыпала полстакана красного жгучего перца Долила туда водки И попросила немца выпить залпом Немец выпил Задвигалась парализованная рука И восстановилась детородная функция Функцию три часа успокаивали льдом На десятый день мы сказали врачам, что простудились И они дали нам подышать над горячей вареной картошкой И пусть мы все трое обожли губы Зато наелись до отвала Нашу просьбу подышать над горячим мясом Врачи проигнорировали Вечером мы гуляли в парке, где зажарили и съели павлина Через две недели во время выпуски Врачи трясли нам руки Поздравляю с обесхолестериневанием С обезжириванием И с обезбляшиванием Короче, я скажу так Кто хочет поехать в Карловый вар и лечиться Ему надо лечиться Я вам скажу так Наша бригада комбайнеров делится ровно на три части Пьющие Закодированные Нет И закодированные дважды Так вот, и закодированные дважды я намолотил больше всех И начальство выдало мне три путевки в Таиланд На меня, на жену и на Лидию Сергеевну Мою тёщу Тёща заявила, что она едет обязательно Потому что Таиланд это её любимая африканская страна Мечтаю, говорит, увидеть родину кенгуру Ну, собрали две сумки Тойша поменьше все наши вещи Пятнадцать пачек макарон Девятнадцать банок тушенки Тойша побольше тёщин купальни Приехали в Таиланд Поселились в гостинице Поели тушенки с макароном И пошли на обед А после обеда на пляж Там отдыхающие катались на надувном банане Когда мы с женой сели на банан Инструктор попросил подождать ещё шесть человек для комплекта Тут к нам присоединилась тёща Банан ушёл под воду Утащив за собой катер вместе с инструктором Акула напала на тёщу неожиданно Укус на спине был такой огромный Что от полученных ранений Акула тут же ушла на дно Потом тёщу увлекло зрелище Когда катер потащил за собой парашютиста Но раздумывала она недолго Два танца В предключении шоу Накинули на её могучие плечи двойные кожаные ремни И сказали Гоу Катер поехал Тёща начала разгон Снося на своём пути Замки из песка Зонтики и зазевавшуюся публику Подбежав к воде Она поджала ноги И пошла над водой набреющим Отопив при этом два гидроцикла И три катамарана Когда тёща отдалилась от берега Народ на пляже замер в ужасе Она неслась прямо в борт нефтеналивного танкера Танкер, увидев угрозу справа Дал тревожный гудок Тёща, видимо, с испугу дала ответный И стала набирать высоту Она находилась как раз над танкером Когда стропы парашюта лопнули От верной гибели танкер ушёл на весла На следующий день мы поехали на сафари Когда мы проезжали мимо бегемотов Я столбенел Если бы на них была одежда Я подумал, что приехали тёщины родственники Но шутить по этому поводу не рискнул Где-то на пятом километре На нас напал молодой бабуин И попытался отобрать у тёщи корзину с продуктами За что и был жестоко наказан Она засунула его голову себе под мышку И пошла на удушающий Бабуин тут же попросил пощады И показал тёще паспорт гражданина Вьетнама Провехав ещё метров восемьсот Мы увидели огромного тигра Зверюга сидела под деревом и что-то жевала Инструктор сказал Кто не побоится покормить зверюгу колбасой Тот получит шоколадку И достал из бардачка батон варёной колбасы Через десять минут Тигр и Лидия Сергеевна Мирно обедали, сидя в тенёчке Зверюга, как и положено, ела колбасу А тигр шоколадку На следующий день мы поехали в аквапарк Когда тёща вышла из раздевалки Наступила гробовая тишина Не пели даже птицы Рыбки в аквариуме сбились мордами к стеклу Одета Лидия Сергеевна была в купальник 1953 года И всем сразу стало понятно, отчего умер Сталин Мы с женой пошли на горку И позвали с собой тёщу Что оказалось большой ошибкой Мы с супругой съехали по жёлобу Влетели в трубу и вылетели в бассейн Сверху послышался звук отъезжающего локомотива С чудовищной скоростью тёща влетела в трубу Но из трубы не вылетела Она в ней застряла Сзади неумолимо набиралась вода Внизу нервно сглотнули все, включая чучело муравьеда Конорейка отодвинула крыльями прутья клетки И побежала к выходу, забыв, что умеет летать И тут прорвало С криком, мол, вот и я Тёща, подобно айсбергу, рухнула в бассейн Людей смыло волной даже в фитнес-зале на втором этаже Секунд двадцать тёща сидела в абсолютно сухом бассейне Пока вода вместе с людьми и тренажёрами не стекла обратно Аквапарк был закрыт по техническим причинам На следующий день мы пошли в тайский ресторан Там подавали морепродукты Мы заказали омаров Рядом с нами омаров ели немцы, помогая себе щипцами Лидия Сергеевна положила своего омара на кусок хлеба И съела полностью Злух был такой, как будто кто-то в стиральной машинке полоскал щебень Владелец ресторана взял у тёщи автограф Когда подавали черепаховый суп Официант спросил Вам черепаху с панцирем? Немец сказал на ломаном русском Если с панцирем, плачу я Тёща ответила Если хватит он, черепаху можешь даже не варить Тащи так Сколько бедная черепаха не упиралась лапками в щёки Лидии Сергеевны Её это не спасло Нижняя челюсть немца лежала на тарелке Хозяин ресторана попросил тёщу расписаться у него на плече Чтоб потом сделать из этого татуировку На следующий день мы пошли к океану прощаться с Таиландом И бросили женой две монетки на счастье, чтобы вернуться сюда опять Тёща кинула в океан банку тушёнки И я понял, что теперь мы вернёмся в Таиланд По-любому Добрый вечер, уважаемые друзья Большое спасибо за приём Ну, прежде чем показать номер, который я сегодня привёз в Юрмалу По старой доброй традиции, пару-тройку анекдотов на ваш суд Муж приходит с работы Уставший, замученный Дома чистота, как никогда Стол уже накрыт Жена какие-то бантики себе забацала Такая, как на подиуме у неё раскраска такая Никогда в жизни не было такого Она говорит, что случилось? Она говорит, Сергей С этого дня начинаем жить по принципу рыночной экономики Сегодня у нас всё стоит денег Приближаемся к Европе, так что подтягиваемся В частности, ужин 50 рублей Согласись, недорого Пожалуйста, здесь гречневая каша и ливерная колбаса Угощайся, всё есть Ну и вот так вот Он дал 50 рублей, поел А пуговицу надо мне там 30 рублей, золотой мил Дал, решил опуговицу Пожалуйста, спать Она говорит, ну а здесь Если что-то вдруг будет желание Хе-хе 100 рублей Говорит, ну у меня только 70 Лёг, уснул Ночью слышишь, и вуршится что-то такое Он просыпается, жена стоит в сумочке у себя что-то ищет Говорит, Зина, что там ищешь? Она говорит, 30 рублей тебе занять Два мужика Из деревни Въезжают в город Надо заправиться Подъезжают к заправке Огромная заправка Огромный плакат Любому, кто заправится больше, чем на 500 рублей Бесплатный секс Они там на 502 рубля С чеком подходят к заправщику Там мы читали Мы готовы Говорит, это ещё не всё Значит, вы должны отгадать число от 1 до 10 Вот я сейчас загадаю, вы должны отгадать Давай Три Нет, семь, извини Ну что, они взяли, уехали На следующий день катались весь день Надоели на 512 рублей Приходят это мы Мы вчера были Раз, два, чек Давай, число Семь Говорит, восемь, извини Они уезжают Один другом Говорит, а тебе не кажется, что он жулик? Говорит, не скажи Моя жена на той неделе два раза выигрывала Мужик купил себе корову Кормил, поил Пора подумать о потомстве Он через интернет вызывает хозяина Какого-то племенного быка Тот приводит быка На сучку Бэй, красавец Цепь такая, всё Татуировки, всё Лакированные копыты Оно пришло По всем правилам Говяжьего съема Подходит к корове Она садится вот так Копытно крест-накрест Он и так, и так Ничего не получается И бизона вызывали какого-то И из Беловежской пущи Зубра последнего Бедалагу больного привез Приходит Питеринар Говорит, я извиняюсь Я взял корову Она чисто внешне Как все Я серьёзные деньги отдал Она ни с кем Вообще никак Вы можете сказать Она вообще Ни с кем никак В Рязани брал? Да, как вы догадались У меня жена с Рязани Спасибо Спасибо А я тут недавно На охоту сходил Нормально Поохотились Говорят А я фотик взял И как папарадзе Чё, класс, класс Чтобы посмотреть потом память Восполнить, что там было на охоте Сейчас сдал это Сделали фотки Всё, сам не видел Компромат на дядек своих Буду собирать, да? О, класс Это я, кстати Сразу я Классный ракурс Это я с кабаном фотографировался Вот я Вот кабан А нет Наоборот Вот Вот кабан А вот Похожи мы тут с ним Чё бы не брить Чё бы в тельняшка А-а-а Это кабан Нас братом фотографировал Что это не я О, это Иван Сотехник В свадебном костюме Женился мужик Наконец-то И сразу на охоту Он фанат У него камуфляжная бабочка Сразу пришёл Давай ему стрелять Узять Нормальный мужик Моей бабой Сестру взял в жёны Тоже бабу Так смешно Ей сестры Обе бабы Это Гришка В кустах затаился Взгляд сосредоточенный такой Чего? Да не, какая засада Желудком у него проблемы Не, ничего серьёзного Мы же у Лёхи в гараже С мотоциклом ковырялись Ну ясно, что пили Что мы, с мотоциклом Что ли пришли ковыряться Да и не было мотоцикла никакого А Гриша пришёл Нездоровавшись Наше сразу всё выпил И закусил тут же С верстака Балки варенья Снёс Повидло вернее А это солидол был Мы даже предупредить его Не успели Да и не хотели Честно Наоборот Двигались маску Он хапал ладошкой Пока не понял Сейчас с организма Всё выскальзывает Так всё охотно Просиделку став Это Егор на спине Бугор Кузнечиков ловит Раньше же тоже Любитель бы этого делала Мы взяли его К экстрасенсу Повели Тот его заколдовал Всё Сейчас на водку смотреть не может Закрытыми глазами Жрёт её И всё Он вообще странный Я к нему сейчас заходил Он брюки гладит и орёт Утюгом Прямо Гладит и орёт Привычка идиотская Брюки на себе гладить Это Федька В траве запечатлён Ну устаёт Федя Устаёт Он же с девятого дома Вальку в жёны взял А их две сестры Близняшка Ну хитрые Одна замуж выскочила Обе Федьки пользуются Он их не различает Они не похожи Он их не различает Вообще Всё же он дурак шоль Две-то больше, чем одна Это Коля с злёгким в зубах Ружьём ковыряется Всё удивляется Как его баба узнаёт Что он поддал А чё его сдавать Когда пьяный пальто В трусы заправляет Ну так и на фотке здесь Это же Это Женьку в речку тащат мужики Упираются Орёт как чайка Воды боится, как огня Чё, боится? Мы в прошлом году Рыбу глушили Он дурак купаться Понял Все части организма Над динамитами Оторвало туда Мы ныряли Потом части разыскивали Обратно к нему Прилепляли Одну часть Так и не нашли Хорошо его баба сказала А что он на этой части И до взрыва не замечал А так Сейчас нормально Кстати, играть в театре Аптёр сейчас он такой Он любитель Драмы Раньше, правда, давали роли Героев-любовников А сейчас трусов-импотентов Всё Пошёл компромат Это я Сплю валяюсь В позе бегущего Кошмар Ноги связаны Руки связаны Бутылка под башкой Убью Знаю, кто сделал А это же такое Мужики Наши за бабой Бегают за какой-то Кошмар А баба голая Как правда Наглая С одним целуется С другим Смотреть стыдно Честно говоря Где они надыбали её Там кроме моей людки То не было никого Ладно, потом досмотрим Я извиняюсь Нам тут В подъезд соседка поселилась Новая Женщина молодая Как-то утром Часиков в 12 Слышу Стук, стук, стук Стукает кто-то в дверь Ну, думаю Чё у глазок пялится Надо открывать Человек Полтора часа в дверь в голове Открываю Стоит эта соседка Крупнее, чем в глазке Всё такая В пеньюаре в женском Я без пеньюара В строгой одежде Белая майка Чёрные трусы И носки в крупный горох Мелкую дырку Она на меня Смотрит, говорит У меня утюг сломался Вы не наладите? Здравствуйте Я три года как с мужем развелась А утюг у меня немецкий Я наладим утюг Чё мы дурнее немцев Ну взял инструменты Стакан сам пошёл Он всегда в инструментах Пришёл к ней Сел на диван Делаю утюг Телевизор Телевизор не смотрю Там футбола нет Там одна эротика идёт А эта соседка На меня смотрит И говорит Какие соседы у вас Руки сильные Наверное, этими руками Вы крепко женщин обнимаете А я, кстати, пять лет Как с мужем развелась И по руке гладит У меня промеж локтя щекотно встало И вдруг у неё От пеньюара Пуговица Отлетает И все её груди Зависают у меня Как два арбуда Над башкой Ну я вскочил Ну, мужик или нет Сорвал с него пеньюар Нашёл в инструментах Иголку с ниткой И пришёл к её пеньюару Пуговицу А своих старых штанов Она пеньюар одела Грустно говорит Так, спасибо вам, сосед, большое На следующий день Часиков в девять ночи Сижу, играю в домино сам собой Выигрываю Слышу опять стук Открываю Стоит опять эта соседка Загримирована вся, как клоун А вместо воротника Лисица мёртвая висит Она её гладит и говорит У меня в ванной смеситель сломался Испанский Вы не наладите? Я говорю, наладим смеситель Чё мы, дурня испанцевши? Она говорит, тогда я сейчас там всё приготовлю И вас позову Минут через пятнадцать зовёт Захожу я к ней в ванную А эта соседка, знаете, ведёт себя там как женщина Совершенно бессовестная Прям без одежды Всё своё туловище в ванной Разлегла Кругом свечки говорят Свет, видимо, экономит А по телевизору опять эротика идёт Вторая серия Она себе воды в ванную набуровила Лепестков каких-то цветков накидала И лежит, лыпится У неё смеситель сломан, а она улыбится Так наша ветеринарша деревенская улыбилась Когда ей два солдат дали в помощники на всё лето Чё радовался, да, не знаю Я говорю, соседки, вы меня извините Но у вас же стояк многокаленчатый И наклон лежака на слабый уклон У вас же приступит вся канализация, забьётся Она говорит, ах, пусть всё забьётся Я семь лет как с мужем развелась Надеюсь, сосед, вы знаете, что мне сейчас больше всего надо Я говорю, конечно, знаю Она говорит, тогда разденьтесь Ну я майку снял по самые трусы Ну жарко, ей-то валяться, мне смеситель делать Ну я сижу, делаю смеситель Она ногу свою из ванной достала И на спину мокрую мне её взгромоздила Я думал, может достать, что хочет сверху А на ней лежит лыбится Ну доделал я смеситель Она мне говорит, может вы Мой спаситель теперь мне спинку потрёте? Я 9 лет как с мужем развелась А мочалка у меня итальянская Я говорю, можно и потерять, чего мы дурнее итальянцев? Ну долго не тёр, она от мочалки чё-то кряхтит Начала стонать, глаза закатывала Я говорю, всё, хватит нафиг мыться, влазь Раскряхтить Доставай свои лепестки до лопуха ест У меня какая-то маленькая, знаете Взрослая женщина ведёт себя как ребёнок Протрите меня, говорит, полотенцем А то у меня слабость Здоровая лошадь сама себе вытереть не может Ну протёр её полотенцем Вафельным Да красна А пока тёр, она говорит Какие у вас руки красивые Ты точно как ветеринарша Была у нас такая 16 раз замуж ходили Мужики сбежали от него как крыс из корабля И я сбегал с ней Невозможно было ни покурить, ни книги почитать Ну любила поспать Одна, видно, боялась Ну вернёмся к соседке Она говорит, может вы по причине моей слабости Меня на руках в спальню отнесёте? Я говорю, чего? Она на руке мне прыгла И лежит как руберой Затаилась вся Ну видно, слабо я её протёр Выскользнула она у меня Ну да, башкой я паркет батни спит Я будил бесполезно Потом сама проснулась Пенюар своё дело говорит Ну что, может быть мы вместе поужинаем Я 11 лет как сможем развелась У меня коньяк из французских Выпите? Я говорю, можно и выпить Чё мы, дурней французов Ну по одной буквально выпили Она подскочила как блоха И на колени у меня прыг Морда наглая и сидит Она вообще не тяжёлая Не больше сотни Но я же тоже не дискамейка, правильно? Сидит дыханием Дышит на меня своим осматическим И ногами шевелит Ну я на её ноги смотрю Ну, красивые, конечно Ноги, врать не буду Начало ног красивые Ну да, шлёплоки же у неё где-то Размер 43 Особенно лепые Ну я же на глаз без рулетки Так, прикину Вдруг она вскочила Делает мне приём самбо И падает мы прямо к ней в кровать Она говорит Ну шо теперь ты, мой догадливый Знаешь, что делать надо? Я 27 лет, как сможем разговаривать? Да нет, я знаю У вас же Вот в кровати две пружины Соскочили и висят Сейчас сделаем Она вскочила Вон отсюда, хам, негодяй Ты приходи больше Да я и сам не пойду к ней Опасная женщина А то на колене прыгай То смесильки сделав мешай Да ну её в бане Как меня все забодали Чё не женися, чё не женися А куда торопиться? Мне только 50 лет Я ещё не нагулялся Ранние браки Это очень плохо Я скажу А шо в женитьбе хорошего? Это только в сказке Целую жабу Она превращается в царевну В жизни всё наоборот Папа попал в квартиру Ведёт себя как оккупант Сразу устанавливает Свои порядки Грабит коренное население Не даёт местным пить Гулять И угоняет в рабство К фюреру, к тёще на дачу Винной раз Когда жрать охотой Думаю Можешь жениться? Потом наемся Думаю Шо за мысли В башку лезут? Баба Она как китайская петарда Никогда не знаешь Когда рванёт И куда полетит Я как-то приволокотнул Свою холостяцкую берлогу Она оказалась Помешана на аккуратности Такое несла Шо ботинки Перед сном Надо снимать Шо у нас с собакой Должны быть отдельные Миски для еды Шо посуду Надо мыть губкой Я помыл У меня губа Неделю болела Я столько нового От неё узнал Оказывается У носков Тоже есть Постоянные пары Как у лебедей На всю жизнь А у меня Они постоянно Теряются Надо выпускать Носки для холостяков Чтобы они были На резинке Как рукавички У детей Как-то говорит По субботам Надо убираться Ну я в первую субботу От неё убрался И больше её не видел А одна всё молодилась Нафаршировала себе Лицо ботоксом Ну знаете Что мышцы парализуют Чтобы морщей не было Она сейчас вот так Разговаривает Ой я так рада Что ты пришёл Так рада Я ей анекдот Рассказал Она так смеялась А Надька Врачиха Была помешана На гигиене Она перед тем Как меня поцеловать Протирала мне Губы спиртом Я так Пристрастился К поцелуям Что за год Чуть не спился Она меня всё Гоняла в поликлинику На диспансеризацию У меня ж до 50 лет В медицинской карте Была всего одна запись Мальчик Вес 3600 А с одной в гостях Познакомился Классная баба была Такая в самом соку Она как раз Томатный сок На себя опрокинула Но чувства справедливости Вообще не было Она любила У своей подруги Ирки ночевать То есть Ей можно Когда я у Ирки Переночевал Мне сразу скандал Одна мне говорит Не молчи Из постели Я ей всё рассказал Что с пятого класса Учил Скажи-ка Дядя Ведь не даром Я к ненам В жаркий день Пришёл К ручью напиться Теорему Пифагора Всё что знал Она говорит А теперь я хочу Чтобы ты раздевал Меня глазами Нормально Ну руками понятно Можно ногами попробовать Ну как глазами Как я глазами Буду пуговицы Растёгивать Я ж лесницы помну Купи мне что-нибудь Красивенькое Что я могу Вставить в ушки Я купил ей Беруши Красивые Синие Что ей не понравится Я вам скажу Женить бы Это как тюрьма Всё сходится И там и там Свидетели Нельзя гулять Личные вещи Под присмотром Весь день Под надзором Не зря говорят Заключение Брака А я вам скажу Мужскую природу Не переделай Что мальчики Любят в детстве Больше всего Гулять С возрастом Только усиливается Вам любой врач Скажет Гулять полезно А женщины Этого не понимают Я вам скажу Только холостой человек В состоянии Блестящей мысли Писать гениальные стихи Вот допустим Есенин Напишал Не жалею Не зову Не плачу Всё пройдёт Как с белых яблонь Дым Уведанья Золотом Охвачен Я не буду Больше молодым Гениально Потому что Не женатый Был бы женатый Он бы так написал Я жалею Я зову Я плачу Денег нет Ушли Как с яблонь Дым На работе Сутками Шачу Нахрена Женился Молодым Вот так Мне по ночам Сняться Кошмар Как будто В окно Моей спальни На девятом этаже В полнолуне Залезает Лариса Гузеева Говорит Давай Поженимся Просыпаюсь В холодном Поту Так что Я жениться Не собираюсь До пятницы В пятницу Идем в ЗАГС Она меня убедила Ну не она Конечно Братья ее Убедили Привели два аргумента Один в ухо Другой в глаз Откуда Я мог знать Что у нее такие Братья Нормальная девушка Настенька Кличко Так что В пятницу У нас праздник Большой любви Слияние Двух сердец Создание Молодой семьи Поэтому В пятницу Выпейте за меня Только прошу вас Не чокаясь Чокнусь я И без вас Спасибо огромное С праздником Друзья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok